Так, всем привет! Вот я вышла уже в прямой эфир. Пытаюсь сделать, чтобы у меня тут ровно, как бы телефон стоял. Вот, как-то. Он все равно немножко косит. Но я думаю, это же не страшно, что он косит. Вот, всем привет, кто присоединяется. Сегодня обещанный эфир с Элиной Павловной Блонской. Мы делаем вместе. Я буду модерировать это все дело и подключаться к источнику знаний. В данном случае это Ирина Павловна Блонская. Вот, мы чуть-чуть ждем, чтобы еще пришел народ. Я все равно немножко буду под откосом, но ничего страшного. Главное, чтобы смысл был понятен нашей беседы. Ну, как перфекционист. Ну, вот так. Если что, я буду сама как-то так. Буду криво сидеть. Почему вообще решено было сделать эфир? Все дело в том, что, как многие из вас наверняка знают, я периодически посещаю какие-то ретриты, в общем, изучаю себя и все в этом духе. И не так давно я была на второй в своей жизни такой групповой расстановке. То есть расстановки были в моей жизни такие на фигурках больше. И тут я была на второй в своей жизни расстановке. И решила поехать на семинар вот к этой женщине, которая проводила расстановку. В данном случае вот Ирина Павловна, которая, кстати, я вот надеюсь, что она уже отправила нам запрос, чтобы я ее подсоединила. И в итоге на этом семинаре, друзья, там столько всего произошло. Я под таким впечатлением, и мне очень хочется, чтобы как можно больше людей узнали то, что узнала я. Так вот, сейчас я сама, наверное, Ирина Павловна отправлю приглашение, потому что она пока не отправила. Вот, так, сейчас отправляю. Пока Ирина Павловна присоединяется, я вам хочу рассказать, что же я такого там открыла для себя в этом семинаре. И открыла я там, ну, во-первых, я совершенно не ожидала, что я столько всего для себя вообще пойму и привнесу это в жизнь. И, во-вторых, на этом семинаре было очень много таких, знаете, прикладных, понятных знаний. Потому что много, ну, там много прочитано книг, много всего изведано, но вот так, чтобы было максимально понятно, зачем это привносить в жизнь. Вот, например, такой очень простой пример по поводу осуждения, да. Вообще, почему не стоит осуждать других людей. Что вот, казалось бы, вроде как сидишь в компании, сплетничаешь про кого-то, да, ну, вроде как бы ничего такого, да. То есть, в принципе, ну, как бы подумаешь. А когда я вот на этом семинаре увидела, что вообще происходит и почему, какие последствия вот этого осуждения, что таким образом мы просто привязываем к себе этого же человека, осуждение всегда, или какая-то сплетня всегда происходит из высокомерия. В общем, мне стало даже как-то не по себе, когда я это всё увидела вообще. Ну, вроде кажется, что не так много осуждаешь, но на самом деле всё равно эти мысли, их сложно остановить. Так, где же Ирина Павловна? Может быть, она забыла про наш эфир, да вроде нет. Ещё раз я сейчас отправлю запрос. Ирина Павловна, приходите к нам так. Если Ирина Павловна забыла, это будет провал, это будет фиаско. Я вам так скажу. Так, ну ладно, кто-то скучает по Орлу и Решке, кто-то мне пишет комплименты. Всем привет, спасибо. Спасибо. Вот мне кто-то говорит спасибо за то, что книгу я какую-то посоветовала. Да, я не знаю, что за книга, потому что я много чего советую. Всем привет. Вот из Риги мне тут пишет Ирина Сергеевна Лапланская. Не знаю, такую. Как быть, как Маша? Ничего не понятно. Расскажите про расстановки, что это? Да я вообще-то Ирина Павловна хотела задать этот вопрос, потому что всё же у меня было всего лишь две расстановки в моей жизни, и я не до конца понимаю, как это работает. То, что это работает, это на 150 тысяч процентов, но то вообще, как бы как это происходит, почему каким-то невероятным образом можно... с фиаско, ну да, пока фиаско, пока Ирина Павловна не приходит. Ну ладно, пока вам расскажу про расстановки. Значит, что это такое? Вот я буду рассказывать от себя, потому что только по своему опыту, да. Есть, например, вот запрос какой-то. Ну, например, там, я буду... Я с обеих запросов вам не буду озвучивать, слишком личный момент. Но вот, например, девушка всё никак там не может выйти замуж. Или, например, никак там вот этот финансовый поток как-то... Ну, какие у нас проблемы, да, там? Отношения, деньги, здоровье. И, ну, в общем, по таким запросам, наверное, люди и приходят в основном. Тема эфира у меня тут говорят. Тема эфира – это разговор с мудрой женщиной, с духовным учителем Ирины Павловны Булонской, которой сейчас нет. Поэтому я её пока жду. Я немножечко просто... что-то говорю, пока мы её ждём. Я сейчас ещё раз ей отправлю приглашение. Возможно, у неё проблемы со связью. Потому что она сейчас находится в Киргизии, на озере. На озере Большом Сыпко. Забыла, как он называется. Забыла. Ну, так вот. Пришла, значит, я на расстановку на это. У меня был абсолютно чёткий, понятный запрос. И этот запрос был про то, что... Ну, такой он был мудрёный немножечко. Я, конечно, решила копнуть глубину. И не буду, ладно, рассказывать, что это. В общем, что там происходит? Ставят тебя, как вот фигуру, как тебя. То есть, например, меня. Вот, например, я прихожу, и, например, я хочу, допустим, не знаю, хочу миллион долларов. Вот у меня там финансовый поток, например, у меня никак вот не работает, допустим. И вот, значит, ставят меня, как фигуру, которая есть этот миллион долларов, у которого нет этого миллиона долларов. И начинает как-то энергия, в общем, что-то начинает происходить между этими фигурами. Обязательно ставят родителей. Смотрят на родителей, что происходит с ними. И вот, например, стоят две фигуры, мам, папа. Стоишь ты, например, ну, я в данном случае. Стоит ещё какая-то фигура. И между ними начинает что-то происходить. Просто люди, которые абсолютно мне незнакомы. Я их не знаю. Они просто заходят, они ничего не понимают. Как бы просто про тебя, про твою жизнь. Первый раз мы друг друга видим. Начинается какая-то энергия между людьми. То есть, кто-то начинает плакать, кто-то начинает зевать, кто-то начинает отворачиваться. Там, мама от папы, папа от мамы. И, в общем-то, Ирина Павловна, которая, например, ведёт эту расстановку, она начинает там либо добавлять фигуры, то есть, делая определённую динамику вот в этом всём поле. То есть, работает поле. Поле людей энергетически заряженное. Во время расстановки очень странные чувства. То есть, например, там, может хотеться плакать. Или, может быть, всё время ты дышишь, продышиваешь вот это напряжение. Чувствуешь, как напряжение там подкатывает. Кого-то тошнит, кто-то кашляет. Кто-то, например, улыбается, радуется, и через него проходит поток любви. То есть, она очень живая. И в расстановке можно увидеть программы своего рода. То есть, своих родителей, их родителей, их родителей. Потому что, если, например, в роду были какие-то там неприятные события, там, самоубийство, там, или аборты, или какая-то злость, или какое-то предательство, или какое-то проклятие, это всё, это всё, я так понимаю, идёт дальше по роду. То есть, мы, хотим или не хотим, можем нести на себе программы рода. Как прекрасные программы, как сила рода, так и негативные программы. Так вот, я так понимаю, что именно с этим работает расстановка. И можно посмотреть вообще, что там в роду происходит. И очень много понимаешь в этой расстановке. Особенно про свои чувства. Особенно про... В общем, вы знаете, это такой сложный, многомерный процесс. И я очень благодарна, что у меня произошли вот эти две расстановки, потом семинар, потому что, честно вам скажу, мне прям легче жить стало. Легче, радостнее, свободнее. И вообще, то есть, если какое-то напряжение происходит, я прям такая просто выдыхаю. И я стала видеть свои заморочки, которые раньше были. И сейчас, конечно, их намного меньше. Вот. Так. Её до сих пор нет. Так, друзья, что нам делать? Привет, Тестальяти. Привет. Привет, всем привет. Всем привет. Ладно, я ещё раз я отправлю приглашение. Может быть, она... Там разница во времени, да. Так, эти люди, фигуры, такие же участники, как и вы. Ну, это зависит. Нет, это похоже на колдовство. Ну, нет, никакого колдовства там нет. Это Хеллингер был такой прекрасный человек, который, я так понимаю, один из первых. Это всё дело расписал и внёс как бы в науку. Хеллингер, он вообще был священником. Немец. Вот. И сколько длится расстановка? Длится она где-то 2-3-4 часа. Ну, то есть, зависит от вашего процесса. Нужно ли брать родителей на расстановку? Можно. Потому что, если он придётся с родителями, то это вообще будет здорово. А ещё лучше сделать каждому расстановку. То есть, каждому родителю и... Каждому родителю и себе. Так я вот... Родители могут быть, могут и не быть. То есть, тут зависит от того, насколько вы хотите, да. Может быть, у вас есть какое-то сближение, какой-то запрос. Ладно, друзья, раз уж Эрина Павловна нет, давайте с вами просто посижу, поговорю, расскажу вам про этот опыт. Раз уж так уж, да, случилось, что Эрина Павловна как-то вот где-то, где-то на озере там. Вот. Регрессия – это не то же самое. Нет, это вообще другой момент. Абсолютно. Регрессия – это регрессивный гипноз. Ну, вообще, это, в принципе, гипноз. И погружение в подсознание под наблюдением специалиста. Это другая история. Расстановка всё же... Другая практика. Вот. Расстановки можно делать с... Например, с... По поводу ситуации в бизнесе. Так, вот мне пишет Мария. Ирина Павловна сейчас присоединится. А вы откуда знаете? Вы с ней там вместе где-то рядом? Ой, как вы узнали об этих расстановках? В общем, да как я узнала? Друзья, я всё время что-то узнаю. Я всё время... Всё время в поисках интересных практик, интересных каких-то моментов. Если раньше я пробовала всё подряд и смотрела, что работает, что не работает, то сейчас я, конечно же, слышу своих друзей, у кого был классный опыт. Ну и вообще я смотрю, например, на своих друзей, кто для меня пример, да? Вот где мне необходим, например, такой же баланс женского, например, и, например, там... этого какого-то... Мужской какой-то энергии, да? Которая там в бизнесе необходима. И... Смотрю, мне кто-то там рассказывает про какого-то учителя. Всё равно так или иначе в моём круге друзей уже так вышло, что я уже как-то стала общаться с теми людьми, которым это тоже интересно. И вот так приходят учителя. Вот. Как изменилось качество жизни после расстановки? Ну, прошло на самом деле... Вот после моей первой расстановки, это было весной, через два месяца у меня реализовался тот запрос, который у меня был. И вот сейчас запрос, он такой, он, знаете, последний запрос, он более такой абстрактный, более такой текучий. Я не знаю, когда он реализуется. Я, в общем, делаю для этого все шаги. У меня был запрос на взросление. Вот. На взросление, на взрослую женщину. Вот. Я его, собственно, реализую ежедневно в своих поступках, в своих выборах, потому что мне стало понятно, что, в общем, что не так я делала и почему где-то там ответственность не брала, где-то убегала. А сейчас стало понятно, что нужно для этого делать. А вот, друзья мои, можно ли таким образом попрощаться с человеком, которого уже нет? Я не пробовала вот так, но там был однажды момент, где я присутствовала на расстановке. Был момент, когда девушка видела... Это же не приходит какой-то человек, знаете, вселяется в него. То есть это некая энергетическая динамика. Поэтому, наверное, можно, а может и нет. Вот, честно, не подскажу. Так, про Айваску. Про Айваску я рассказывать не хочу. Единственное, что я бы сказала на этот счёт, что Айваска на данный момент стала настолько, знаете, популярной, не в самом лучшем смысле. То есть очень часто... В каком смысле это негативный аспект? В том смысле, что можно часто нарваться на непонятных проводников. Понятно, что это тоже для кого-то опыт, и кто-то должен его пройти, и всё такое. Но всё же для меня этот инструмент такой, знаете, очень близкий к сердцу, очень мне помог. И я бы большое внимание, огромное внимание, перед тем, как если кто-то там решится поехать в Перу и найти проводника, обратила внимание на то, с кем вы это будете делать. Потому что это, мягко говоря, не шутки, это очень серьёзный, трансформационный опыт, и важно очень делать его с правильными людьми. Вот. Тут мне пишут, Маша, расскажите про грибы-голюны. А у меня не было опыта с грибами-голюнами, поэтому рассказываю. Да и ничего. Расстановки – это психология или что-то больше? Ну, как бы, я думаю, что это больше, чем психология, хотя это вот какие-то категории, вот тут, знаете, вот говорить. Ну, это да, это психологи этим пользуются, но больше ли это, чем психология? Ну, я думаю, да, потому что там очень много интересных динамиков. Можно ли научиться жить без практик и расстановок? Да, конечно, можно. У меня огромное количество людей, кто живёт без практик и расстановок. Знаете, каждому своё. Запросы на взросление легко реализовать. Собственно, для этого ничего и не нужно делать. Ну, спасибо большое за ваш этот… Я, правда, не запрашивала обратную связь на это. Вот. Проходите ли вы такие марафоны, как у Блиновска? Нет, я таким не занимаюсь. Я всё-таки считаю, что нужно как-то… Ну, для меня самой… Я иногда делаю карты желаний для того, чтобы как-то структурировать то, что я хочу. Но всё же, я думаю, надо что-то делать для того, чтобы куда-то… Ну, и как-то идти. Помимо того, что сидеть мечтать, нужно ещё и как-то делать какие-то шаги. Абсолютно точно. Так, Лила и расстановки. Игра Лила. Игра Лила, да. Я про неё пишу уже пост, друзья. Но это, конечно, я всё не могу никак смириться с тем, что Ирина Паловна, по-моему, забыла. А может быть, просто реально не смогла подключиться. А может быть, ещё что-то. Просто. Просто. Просто её нету. Ну, ладно. Давайте ещё посидим. У меня время есть ещё пока. Давайте. Пишите вопросы. Я буду на них отвечать. Давайте так. Раз уж у нас тема практик, давайте поговорим на тему практик. Кто пришёл сюда. Почему так быстро закончился прокат джетлага? Не успела посмотреть. Будет ли фильм представлен на какой-то платформе? Будет. В виде сериала на Море ТВ. Вот. Что думаете про дизайн человека? Смотрите. Я ко всем практикам отношусь не так, чтобы это истина в последней инстанции и всё такое. Я пробую, смотрю, что меня расширяет, то беру, что мне не заходит, то не беру. То есть, нет такого, что я, знаете, не знаю, хожу целыми днями дышу маткой и говорю всё время про ресурсы и всё такое. Я всё-таки стараюсь держать баланс, потому что живу я в мире материальном. И для того, чтобы верх был сбалансирован и верх был большим, низ тоже должен быть большим. Но не в смысле, что большая должна быть задница, а в смысле того, как-то надо твёрже стоять на ногах. Поэтому, что я думаю про дизайн человека? Мне было очень любопытно посмотреть на свою карту дизайна человека, сделать чтение. Я делаю три раза и наблюдала, и очень много мне откликнулось, очень много мне понравилось. Смотрим ваши вопросы дальше. Как вы относитесь к православию? Замечательно отношусь к православию. Маша, что можете порекомендовать, если часто проваливаешься в ребёнка? Почаще давать этому ребёнку своё внимание. То есть, если я вижу, что у меня начинается какая-то такая история с тем, что моя маленькая внутренняя девочка начинает требовать очень много внимания и начинает капризничать, ещё что-то, я просто закрываю глаза и представляю её маленькую, себя маленькую и просто её, знаете, даю ей внимание. Даю ей любовь, которую где-то, может быть, она не получила и поэтому просится наружу. Её обнимаю, глажу её, она у меня где-то там внутри резвится, то есть даю ей внимание. Иногда смотрю мультики, тоже хорошо. Увлекайтесь нумерологией. я просто закончила школу не нумеролога вот Ольги Перцевой, так как всё же я всегда ищу и смотрю и что мне будет подходить, что не будет подходить. Я сходила к разным нумерологам и нумерологам, составила себе, не поленилась, там, наверное, штук пять разных карт, прочтений, даже шесть и много и поняла, что, знаете, все красиво говорят, но очень как-то, ну вот, по нумерологии вот так, что очень как-то всё вроде правда, знаете, вот всех послушать, всё правда. И я думаю, блин, а кому верить вообще, потому что в целом как бы все так хорошо говорят, но и это мне подходит, и здесь мне тоже подходит, и здесь подходит, и здесь подходит, то есть всё как-то подходит. И единственное, кто мне показалось наиболее адекватной и самое главное переменимой в жизни, это вот Ольга Перцева. Я сначала купила её книгу, просто случайно купила её книгу, посмотрела, мне очень понравилось, там очень понятно и очень, знаете, вот можно её систему применять в жизни, а именно, например, там, своих помощниц, я всегда просчитываю по нумерологии, я понимаю, какие у них сильные, слабые стороны, как, и особенно, как мы с ними коммуницируем, потому что есть, например, некоторые матрицы, с которыми я понимаю, что мне будет с ними сложнее, там, у них такое мышление, у меня там логическое мышление, поэтому я закончила эту школу, у меня есть вот здесь, семья, даже, я вам покажу, там целые распечатанные лекции, у меня более того, у меня родители закончили её школу, и у нас отношения между всеми нами, внутри семьи, намного лучше стали, потому что родители поняли, например, что такое там, как границы, какая у меня матрица, что мне вот лучше, как со мной общаться, как, ну, в общем, это очень был полезный опыт для нас всех, потому что там ещё есть элементы психологии, и если нумерология, вот я вот как-то, у меня Ольга, она более такая земная, потому что все эти эзотерические истории, вот особенно там нумерология, потом там human design, потом что там ещё куча всего, есть, это же больше про применимость, понимаете, та же самая астрология, ты смотришь примерно, что как, и применяешь это в жизни, я это больше так использую, вот, а уже какие-то практики, всё-таки духовные практики, и вообще понятие духовности, это в другую сторону, это не про нумерологию, ну, как мне кажется, вот, Маш, как попасть на расстановку, какая нужна подготовка, кроме сформулированного запроса, это просто написать Ирине Павловне, и всё, и попасть к ней, вот, а как вы так ходите в баню, что очень вам нравится, там что-то необычное происходит, правда, непонятно, блин, баня, ой, я же тоже, я вам задолжала, 4 поста, я себе даже выписала, 4 поста я вам задолжала, я обещаю, что я в августе, все 4 выполни, точно, по поводу бани, бани чистят, но это, наверное, больше не про сандуны в центре Москвы, да, это больше про всё же банщика правильного, нужно найти правильного банщика, либо банщицу, которая понимает в энергиях, которая чувствует, которая правильно делает баню, которая чувствует вас, смотрит на тело, что там зажато, что пережато, что за состояние у человека, и баня, так как там, сразу несколько стихий, и огонь, и вода, и пар, в бане, почему вот раньше, в бане раньше вообще всё делали, и рожали, и женщин правили, и всех там парили, в общем, всех очищали, в бане можно делать даже ритуалы, даже про, не обязательно там сидеть, там, он просто с намерением, пришёл в баню, там, например, ковшик, который на угли потом заливается, просто наговорил, что ты хочешь там здоровья, не знаю, счастья, удачи, богатства, всё равно, как бабка немножечко, правда, себя ведёшь, ну ладно, ничего, наговорила ты всё, вылил, всё, и вот у тебя пар, тебя уже очищает, все твои энергетела очищаются, вот, поэтому у меня в бане, что у меня там только не было, вы знаете, просто, особенно после каких-то тяжёлых мероприятий, каких-то странных встреч, каких-то вообще, каких-то заморочек, после бани сразу прям, всё, идеально, просто идеально, раньше я в баню вообще не ходила, не любила это дело, потому что просто не понимала, не чувствовала, сейчас я фанат вообще бани, я просто вообще в восторге от бани, что думаете о запросах на Таро? Думаю, что прекрасный инструмент, но опять-таки, раньше, по своему незнанию, я думала, что Таро, это больше, знаете, о-о-о, сейчас мне сделают расклад, будет, будет сейчас, мне всё скажут, как будет, ну, никто не скажет, как будет, расклад делается так, правильный расклад, они просто смотрят, твоё поле, твоё подсознание, на данный момент, вот, вот и всё, то, что мы, может быть, не видим где-то, не чувствуем, где в заморочках своим бегаем, и не понимаем, какой глубинный урок какой, то есть, это возможность посмотреть глубже, и сразу скажу, по своему опыту, если вы встречаете любого специалиста, нумеролога, астролога, какого-нибудь Таролога, который начинает подсаживать на страх, который начинает, о-о-о-о, болеть будьте, сразу убегать от этого человека, потому что люди, которые сажают на крючок страха, это точно не люди, которые помогут вам как-то расшириться, и помогут вам действительно взглянуть на эту ситуацию, они сразу начинают закидывать на страх, это не совсем правильно, я сразу ушки на макушке, если у меня так лучшая попадается, я сразу сижу, думаю, ну да, всё в ваших руках, и на всё, знаете, воля Божья, и вы, как бы, у вас есть закон свободы воли, потом никто не должен вам указывать какие-то там негативные сценарии, просто есть какие-то последствия, каких-то действий, но обязательно должен человек это доносить максимально, ну, вот у меня есть один астролог, любимый, который говорит, ну, трансформационный период, что тоже верно, период какой-то жести, трансформационный период, но он же трансформационный, трансформационный. Так, Мария, приходилось ли вам забывать человека, если да, что вам помогло в этом? Да время помогло, время, я думаю, вот, а как ответ приходит о родовых проклятиях? Я не понимаю, что это за вопрос. Вот. Расскажите про книги, которые вас вдохновляют. Слушайте, меня видите, это только, типа, одна двадцатая книг, их очень много. Ну, вот на данный момент я две жизни читаю, на третьем томе я. Вот. Смешно, я читала две жизни, и на третьем томе как раз-таки там раскрывается, значит, сюжет. Я думала о том, что, книга там про разных учителей, и я думала о том, вот как же здорово, да, вот я так много знаю теории, там, вот как правильно, как так, как всяко, почему я в жизни так много, там, осуждаю, там, или еще что-то, как же мне вот, ну, ладно, я не идеальна. Вот я вот об этом подумала, и вот случился этот семинар, где мне все рассказали, как, почему не стоит этого делать, и как, в общем, измениться совершенно понятным образом. Ведь мы можем и меняться, наверное, только тогда, когда мы понимаем вообще, зачем мы это делаем, и что происходит. Вот. Так, Маш, какая книга перевернула ваше сознание, или очень впечатлила и дала рост? Поделитесь, please. Ну, вот нет такого, что я прям прочитала и перевернула сознание. Но есть там, вот, Сила подсознания, Джо Диспенс, классная книга, мне она в свое время очень помогла. Есть Чайка по имени Линк, Линк Винстон. Есть книга Беседа с Богом, есть книга Путешествия души. Это все в свое время я читала и обалдевала, можно так сказать. Так, посоветуйте, пожалуйста, какие вы практики делаете по утрам. Да вот, я бы не сказала, что я сейчас очень как-то дисциплинированно, честно говоря. Я сейчас пью воду и делаю зарядку. Пока не делаю никаких практик. Вот. Иногда бывают моменты, когда я прям делаю. Вот. Так. Мария, с чего начинается любовь к себе? С выбора себя. когда вы начинаете выбирать себя, а не других. Вот. Курсы по постановке голоса. Ну вот у Натальи, Натальи Козелкова. Наталья Козелкова, загуглите. Вот у нее прям вот так вот. Что на блузке? Что за блузка на тебе? Блузка Изабель Маран. Требуется ли тебе поможет консистент сейчас? Не требуется. Я нашла себе. Мы сами делаем выбор или все решено? По большому счету все решено. Но выбор мы все равно делаем. Это моя интерпретация. Вот. Как вы понимаете, для себя популярны в наше время термин, термин, осознанность. Я понимаю это так. Когда я присутствую при том, что я делаю, что я говорю. Часто, когда мы что-то делаем, мы можем не присутствовать при этом. Присутствовать это значит наблюдать, видеть. о чем ты говоришь. Быть здесь сейчас, как это любимое все. Ну вот осознанность, я вот всегда на всех ретритах моих у меня намерение быть более осознанной, быть более осознанной. Вот. Что такое осознанность? Это ну, пример. Когда, например, вы попадаете в какую-то компанию, которая вам не очень нравится, вы заходите и вот вы видите этих людей, которые что-то болтают, все такое. Осознанность вот для меня это, когда я вижу этих людей, я чувствую себя, я вижу, я наблюдаю за собой в данный момент, что у меня внутри происходит сейчас, как у меня поднимается раздражение, а может быть у меня поднимается какое-то высокомерие или какие-то чувства поднимаются, и я их прямо здесь сейчас проживаю, либо я понимаю, что мне их надо прожить, я сейчас какая-то очень злая, мне надо уйти, прожить эти чувства, и я всё делаю прямо сейчас одно момент, то есть я не ухожу в голову и начинаю или подключаюсь к ним, то есть если я к ним подключаюсь, то я могу, конечно, к ним осознанно подключиться, но зачем мне это делать, в общем, всегда присутствовать. Сложно это, знаете, наверное, это сложно звучит, возможно, не знаю, но медитации, они все про это, они все про осознанность, это не все про то, чтобы наблюдать за собой, потому что мы не есть наши мысли, мы не есть наше тело, мы не есть наши эмоции, мы на самом деле, мы те, кто за этим наблюдает. Вот. В общем-то, много желаний у вас полнилось в карте желаний, да, честно говоря, достаточно. Как муж относится к нумерологии? У меня нет мужа. Так, выглядишь потрясающе, мне Никита пишет. Спасибо. Никита, кстати, сейчас на спектакле. Как относитесь к хроникам Акаши? Ну, я знаю про них, но, честно говоря, не когда с ними, а нет, кто-то работал с ними, со мной, ну, классный инструмент. Вы знаете, сколько всего вообще на самом деле есть этих инструментов, вот так вообще. Расскажите про астролога Пунита. Вы общались, обращались к нему, какое впечатление? Астролог Пунит сыграл огромное значение в моей жизни, до сих пор играет. Пунит, мой давний, давний, давний знакомый. Когда я первый раз пришла к нему на консультацию, это было 8 лет назад, он мне сказал, он начал мне говорить столько всего. Ну, во-первых, я когда-то давно была замужем, один год у меня есть по сложному списку, год брака. И Пунит, значит, сказал мне, что в 2020 в каком-то году у меня будет обалденная семья, и все будет очень классно. я говорю, подожди, ну, сейчас же не 2020 какой-то, а я вот только сейчас замуж, а я три недели как вышла замуж. Он говорит, ну, это не будет один и тот же человек. Это было первое, что он сказал. А дальше он еще сказал много слов про много-много-много всего, про какие-то там путешествия, какие-то заграничные, какие-то командировки. Он мне сказал, что я буду все время в командировках что-то делать, и большие деньги ко мне придут от какой-то химии, типа бытовой химии или что-то с химией связано. Я думаю, господи, какая чушь, подумала я и решила про этого астролога сразу же забыть. Я просто, знаете, у меня есть такой тумблер в голове, если мне что-то не нравится, я просто такая, я не помню это все. Я решила про это забыть вообще. Прошло два года. Я где-то еду, значит, склейка, я еду в Марокко где-то там, и у нас командировка, мы снимаем «Орел и Решка» шоппинг, уже едем 7 часов в этой машине, я уже переслушала весь плейлист, и уже просто, уже лишь бы доехать, уже невозможно по пустыне, где-то мы едем, какие-то космы снимали, что-то такое. Я решила послушать свои аудиозаписи, а я нашу с ним беседу записала. Я, значит, включаю наши вот эти аудиозаписи, и включается, значит, его голос, и я понимаю, он начинает вот это все рассказывать, и у меня просто волосы дыбом, потому что все настолько совпадает, просто, просто вообще, особенно про вот эту бытовую химию, знаете, что это оказалось? Это оказалось косметика, потому что самые мои большие рекламные контракты, спасибо им, это косметические, и, в общем, я поняла, что я найду опять его, Пунита, и мне надо с ним опять поговорить. Я когда к нему пришла опять, он говорит, ну, понимаешь, просто у тебя раху, а раху — это какой-то капец период, все меняется вот так вверх дном, и он говорит, в раху обычно кто женится, ну, как бы, ну, вряд ли там что-то случится, несмотря, конечно, какой знак, а по ведической джойтиш астрологии, смотрите, для тех, кому сейчас стало плохо, я быстро скажу, есть две астрологии, западная и ведическая джойтиш, их две, все в порядке, дышь, в общем, по джойтиш я скорпион, у меня какой-то совсем непростой знак, я прям такая вся, воин, в общем, какой-то я прям такой, ну, я где-то внутри, наверное, это чувствую, периодически, вот, такая, знаете, сейчас минутка самолюбования была, о, друзья, Ирина Павловна, по-моему, сейчас, если она сейчас подключится, это будет так замечательно, пока не подключилась, ну, ладно, я в итоге все отправила, ждем, пока она тут про Пунета рассказывала, байки травила, так вот, вот, с Пунетом мы с тех пор общаемся, периодически он смотрит мои какие-то там направления, но, знаете, в астрологии они просто говорят по периодам, что может быть, что благодатно, что неблагодатно, и вот с Пунетом он прям очень много мне помог, он мне давал специальные медитации, когда у меня был период какой-то был вообще очень непростой, и, в общем, да, помогал мне справляться с этим. Ирина Павловна, ну, вот, мне пишут, круто роды закрывать в бане. О, Ирина Павловна, ура, я тут уже 40 минут травлю байки всякие разные, расскажу про все, про все. Я сижу уже 15 минут. Так, что-то я вас не слышу, алло, алло. Так, вас слышно? Алло. А я 15 минут не могу. А, не можете найти. Так. Не слышно. Так, вот сейчас слышно, сейчас вроде слышно. Так, пишите, всем слышно? Уже. Так, Ирина Павловна. Так, ну, вроде бы я вас слышу, вы меня слышите, самое главное? Я, все-таки пишут нам, что плохая связь. Плохая связь. Так. Ну, есть. А вас сейчас слышно? Так, пишут плохо слышно, но сейчас я вот слышу вас. Сейчас меня слышно? Да, сейчас слышно. Ирина Павловна. Слышно? Пишут кто-то, что плохо слышно, но я сейчас слышу, все хорошо. Мне слышно. Ну, это все, это все, что у нас есть. Это все, что у нас есть. Так, ну, смотрите, друзья, я думаю, что все равно, раз мы уже воссоединились, надо закидывать Ирина Павловна вопросами, потому что я не смогу на них ответить. Вот. пожалуйста, который меняет жизнь людей. Вот. Ирина Павловна, ну, все спрашивают про расстановки. Я как смогла объяснила, расскажите вы вообще так, хотя бы в двух словах, вот как это, про что это, как это помогает? Помогает. Помогает то, что мы с вами осознаем, где я нахожусь, на каком месте. Расстановка – это то, что дает возможность себе встать на свое место, соединиться со своим родом и эту связь укрепить, усилить, по сути. Вот это то, что мы делаем на расстановках. И очень часто через расстановки мы начинаем осознавать, а какая действительно связь, как важна связь с нашим родом. Мы даже не осознавали этого. И вот когда мы входим в расстановку, ну неважно с чем, с любым запросом, ну вот там денег нет, значит 100% надо уже искать мамины вопросы и травмы, какие-то травмы, старые травмы на ваших предков. Кто-то был, ну, раскулачен, например, кто-то репрессирован, у кого-то еще что-то, кто-то потерял деньги когда-то. И вот эта программа человека начинает работать с вами. Представляете? То есть мы не осознаем, но это 2, 3, 4, 5 поколений назад случилась беда, случилась вот эта травма, и она передается на генном уровне. Так вот, расстановки помогают встретиться с этой болью, допрожить ее. Это знаете как, ну, как восстановить цепочку, цепочку взаимосвязей, как течет ручеек. Вот если где-то мы провалились, где-то часть системы ушла, где-то мы отказались от части системы, или где-то вот кто-то из предков решил, все, это плохо, катастрофа, денег быть не может, или там я не могу быть благополучным. Все, он как бы прерывает эту цепочку, и энергия теперь не течет. Вот это и есть на самом деле то, что ценно в расстановке. Ну, например, вы не очень удачливы, или как бы не хватает энергии, энергии, чтобы что-то сделать, с чем-то соединиться, да, или вот все же я хочу сделать, но раз, и как-то срывается, или чего-то не хватает. Чаще всего это потерянные дети. Как можно это сказать? Это как аборты? Это выкидыши, все угодно. И ребенок может для себя взять такое ответственное, что я не могу быть лучше, чем мой братишка, который не родился. Тоже может быть такая ситуация. То есть может все, что угодно случиться. И вот на расстановках это очевидным становится. Потому что, ну, откуда я знаю, кого-то моя бабушка абортировала, извините, да, или потеряла, или мой дедушка там ушел без вести, пропал, и все решили, что его больше нет, что его нет, нет в присутствии моего рода. Все. Мы не знаем, а на самом деле это с нами работает. Вот так, примерно так. Но я рада, что вы не стучались, что я типа нашла. Я слушаю, слушаю. А я, знаете, у меня же это, я же телеведущая, мне как включают кнопку, типа, что надо занять время. И я начинаю. Я тоже очень рада, Ирина Павловна. Вы там сейчас на озере, да, находитесь? Да. Красота. Вот хотелось, что-что? Я не против вопросов, давайте. Да, я бы хотела задать вопрос по поводу, потому что меня это очень впечатлило, и я прям очень хочу поделиться со всеми по поводу своего места. Вот у меня после расстановки ощущение, что я, вот у меня есть как бы свое место, и оно мое, вот только мое, и ничего больше. Вот так вот. И что правильно, надо быть, правильно стоять по отношению к родителям. Вот вы можете пояснить, вот рассказать поподробнее про это? Как это правильно? Ну, давайте вот начнем с того, хотя бы, например, мы всегда почему-то думаем, что я сам по себе, что я вот так случился, я такой правильный, такой хороший, такой замечательный. Но на самом-то деле, наверное, не все так, как мы думаем. Или даже не осознаем. Для меня тут есть несколько аспектов. Я не просто расстановщик, я, скажем, и психолог, и парапсихолог, и много, и у меня очень много взаимосвязей, и это все как бы очевидно, для меня очевидно. И в расстановках это один из лучших инструментов, который дает возможность определить вот это место в системе, в роду. Например, мы не думаем, что у меня были папа и мама, что они на меня потратили там 20 лет жизни своей, а я сам по себе вот выучился, сам по себе получил образование, сам по себе заработал, сам по себе, все сам по себе. Ну, нет. А если говорить, реально, это же было все не так. 20 лет они на нас работали. А мы даже не осознаем того, что 20, да давайте первый год жизни рассмотрим, первый год жизни матери. Это же женщина отказывается от своей жизни, практически. Она посвящает свою жизнь малышу, которого она взращивает, дает ему возможность сейчас проявиться в этом мире. Это же удивительное время, состояние и тяжелое, и спать, но и столько радости, столько любви. Так вот, в это время она вкладывает всю свою душу, буквально. Она же не живет свою жизнь. И очень часто мужчины страдают от этого. Мужчины начинают ревновать к детям, мужчины вообще не понимают, они теряются. И это все происходит, это буквально происходит реально. Это первый год, я говорю только о первом годе. А давайте возьмем эти 9 месяцев, когда женщина выносит мозг всем вокруг. Хочу это, не хочу это, вот так сейчас сидеть не могу, а вот это видеть не могу, а вот тут меня тошнит, а вот тут еще что-то. Это ведь я в это время, тот, кто в животике, он же использует маму, как говорится, на полную катушку. Это я говорю только о 9 месяцах, а потом вот этот год жизни. и это все делает мать. А вокруг нее, она же вносит опять же мозг мужчине своему, и, ну, грусть, печалька. Вы понимаете? Вот когда мы начинаем это с вами осознавать, я тогда начинаю понимать, что 20 лет в меня вкладывают. Ну, да, ладно, давайте не 20 лет, давайте 17 лет в меня вкладывают. Но мои родители старше меня как минимум на 20 лет. Вот давайте возьмем вот эту иерархию. Лестницу, да, вот это, наверное, будет проще всего сейчас, потому что, а то я начну сейчас вместе, как говорится, куда ни попадя. Значит, они поженились 18, 20, 25 лет. Нас еще не было. Когда я появилась? Я появилась, ну, когда моим родителям было 23 года и 25. Только тогда. То есть, я младше, вот давайте вот это, я младше своих родителей на 25 лет. Все. Вот это первый раз и навсегда. То есть, поэтому, по иерархии, я меньше и всегда буду на 25 лет меньше. но если я осознаю, что у меня есть и папа, и мама, и неважно, сегодня папа ушел, вчера ушел, вообще был ли он, как думает мама, или она даже сама не знает, кто отец нашего ребенка. Но в любом случае, помните, что у вас есть отец. Вы бы не появились на этот свет. Так вот, есть папа и есть мама. Вот это та устойчивость, которая нас поддерживает. это как две ноги. Давайте одну ногу отрезать, не получится, не будешь устойчивым. Так вот, это осознать, это очень важно. Почему? Потому что, если, вот, наверное, лучший пример, это на работе. Да? Я сейчас попробую на производстве. Например, я менеджер. У меня есть начальник. Ну, тупой, тупой, совершенно тупой. и есть акционер или кто-то там еще выше. То есть, заметьте, я все время говорю выше, выше, я уже и показываю выше. Хотя, как они, вроде как, и не выше. Но время показывает. Мое тело лучше знает. Оно знает, что они выше. Поэтому я так и делаю, показываю так. Так вот, они выше, и значит, если я осуждаю своего начальника, я делаю большую для себя глупость. Я осуждаю голову. Я осуждаю того, кто выше меня по иерархии. То есть, я пытаюсь встать на его место. Так вот, если я пытаюсь встать на это место, я неустойчива. Потому что там меня, для меня нет места. Мое место здесь. Менеджер. Вот здесь и сейчас вот здесь. А я пытаюсь туда. А нет, я еще мечтаю о том, что моя фирма, моя фирма, хотя там есть, извините, тот, кто ее организовал. Так вот, я перепутала, и я становлюсь неустойчивая. Потому что там для меня нет места. Вот это раз навсегда понять. А когда я на своем месте, как менеджер, и я делаю классно свою работу, о, меня заметили, я стала интересна. Когда я вкладываю еще туда душу, вот это уже о моих мистических качествах, когда я вкладываю туда душу, я буквально это делаю с любовью, а значит, это обязательно почувствуется. Ну, я думаю, что ты была на семинаре, ты знаешь, теперь ты это чувствуешь, ты знаешь, как это происходит. То есть, это действительно чувствуется. И тогда ты очень спокойный, ты умиротворен, ты не тянешь на себе груз ничей, ни свой, вообще ни разу. Ты ровно столько, сколько тебе надо, но тут ты творишь и проявляешься на этом месте. И ты как бы распускаешься именно на этом месте. На другом у тебя нет почвы. Вот там у тебя нет почвы, потому что ты не там, ты вот здесь. Так вот оставайся здесь. И тогда тебя система подтолкнет. А система как пирамида. Вот представим, давайте пирамиду. И вот если какой-то кубик вот тут убрали, вот я, например, вот этот кубик как большой палец, если его отсюда убрали, система начинает заваливаться. И кто тогда начинает волноваться? В первую очередь голова системы, потому что стоп-стоп, что-то не так. И она обязательно находит того, кто вот это делает, кто заваливает. И что делает система? Его выпихивает. Выталкивает. Но система самая применяемая. Вот мне кажется, я на всех уровнях рассказала об этом. Да. И это очень классный пример. И вот я его прочувствовала. После семинара, когда я вышла, у меня вот иногда я раньше обесценивала свои какие-то там достижения, а после семинара я вышла и думаю, да сколько же всего у меня есть. Да и это есть, и это. И я же могу это делать с еще больше радости, еще больше любови. То есть не сидеть, не смотреть. Там просто девушка там задала вопрос, то есть сиди, не высовывайся. Ну вот в моем случае не сидеть и не смотреть на других кого-то там и думать, ой, ну вот я же не там, я же здесь. А вот наоборот начать со здесь и быть в радости. Так, здесь и сейчас. Вот прикол в том, что мы всегда здесь и сейчас, всегда находимся. Просто мы в иллюзии, мы где-то там, как бы, ну мы же не там, а мы все равно здесь и сейчас. И мы не вот там, где были когда-то, и мы не там, а мы опять же здесь и сейчас. Так вот осознанность, это об этом. Я слышала, когда ты говорила про осознанность, я же вижу, я же здесь, правда, вот это про осознанность. Ты здесь, ты на этом месте, и это великолепно. Вот когда я вижу, что я на этом месте, я могу вот тут убрал, вот тут подправил, вот тут добавил, вот там еще что-то сделал. Я на своем месте идеально все делаю. Особенно если с душой вкладываешь. Ну просто я вот тут, я творил, я начинаю творить. Я на своем месте, я начинаю творить. Я богиня, как минимум. Вот еще был вопрос, очень много людей пишут про энергию, что вот нет энергии, нет мотивации, вот где найти энергию, где найти энергию. Такое ощущение, что прям как-то сложно сейчас, вот видимо, может быть, в городских условиях, я даже не знаю. У вас есть какие-то секреты? Ну, как бы, я на семинаре-то помню, но все-таки вот хочу. То есть, о чем мы говорим на самом деле? Мы энергосоставляющие, мы существо энергоемкое, мы и есть энергия. Просто куда мы направляем энергию? Мы все время являемся источником энергии в своей системе, в своем мире. Я Господь Бог в своем мире. Так вот, когда я выражаю свою энергию, я ее вкладываю в дело, в то, которое мне нравится, или я вкладываю это в свое тело, беспокоясь, ну, заботясь, не беспокоясь, а заботясь о своем теле, когда я удовлетворяю свои потребности, я как бы усиливаю, увеличиваю свое поле, я не расходую энергию попусту. Вот если я осуждаю, обижаюсь, ну, что еще? Гундюл. Вот это все слив энергии. Мало того, если я, ну, например, кого-то осудила, да, я повесила ему ярлык, я говорю, вот, ну, Маша там не такая, как мне бы казалось, так что мне теперь приходится делать? Я же повесила этот ярлык, теперь я буду все время за Машей следить круглые сутки и подсматривать все время, а где она еще раз оступится, чтобы доказать, что я была права. Представляете? Вот это и слив энергии. Так мы сливаем, мы даже не осознаем, куда мы ее сливаем. А слова, слова, это же вообще невероятно. Когда мы говорим попусту, тратим миллионы слов, пустых слов, это же наша энергия. Мы энергия, и мы ее проявляем во внешнем мире через звуки, звуки, которые слагают слова, слова, которые сплетают предложения. То есть я формирую свое следующее событие. Так вот, если я говорю, я больной, я устал, я тяжелый, у меня нет денег, я что делаю? Я программирую себя на это. Мало того, я же трачу энергию на это. И я каждый день одно и то же повторяю. И я вот сюда сливаю бесконечную энергию. Конечно, я обесточен. И генерировать энергию можно. Конечно, это безусловно происходит с нами, что мы не очень осознанно еще, мы не очень четко видим все, как есть, но мы к этому стремимся. И вот когда мы делаем какую-то, ну, условно, ошибку, хотя для меня слово это очень неприятная ошибка, мой опыт. И вот если я понимаю, что я сделала что-то, и оно мне не принесло радости, оно меня, ну, расстроило, я от него устала. Почему я устала? Потому что это действие не принесло мне радости. Я не получила радости обратно. Все, я потеряла энергию. То есть мы приходим неким сосудиком таким, некий сосудик полной энергии. И вот я встретила Машу, говорю, Маша, здравствуй. Боже, Маша, ты такая сегодня красивая у тебя. Ну, Сергей, вообще просто невероятная. Ты такая красавица. И что ты делаешь? Ты улыбаешься. Я радуюсь. Да, и мне теперь снова радостно. Представляешь, вот мы с тобой и обменялись энергией. А если бы я сказала, ой, Маша, такая нехорошая, ой, такая, ты бы что сделала? Ну, я бы, да, я бы расстроилась. Или обиделась бы, или накатила. Ни то, ни другое не полезно. В первую. Потому что ты в любом случае сольёшь энергию или отравишь себя этой же энергией. Ты направишь энергию, если обижаешься, я, если обижаюсь, то я направляю энергию вовнутрь себя, и теперь эта энергия меня разрушает. Представляете? Нафига мне это надо? Зачем же мне это делать с собой? Так вот это и есть трачу энергию. Второй момент. Если я начинаю осуждать или воевать, это же первое дело, что мы делаем. Мы всем доказываем. Мы со всеми воюем. Зачем мы это делаем? Мы же сливаем собственную энергию. И вот если мне не приходит обратно такая же энергия, которую я отправила, тогда, ну как бы, тогда нет резонанса. Поэтому, если я сказал тебе хорошо, ты мне ответила хорошо, мы обе с тобой обменялись энергиями, но мы обе с тобой наполнены. если я обиделась, отвернулась, я ушла, я, ты на меня, ты мне передала энергию, я взяла эту энергию, еще и свою под туда подлила, и, конечно же, у меня там скоро будет печень болеть, или, скорее всего, почки. сто процентов. Но и ты стала пустовато, потому что я тебе не ответила. Вот. Вот таким образом мы сливаем энергию. Это самое главное, что мы делаем. И вот за этим только понаблюдать, и мы уже будем шоколадить. Ну да, это правда. Это, после семинара у меня особенно это чувствуется. Где-то я резко раз устала, и я думаю, так, а почему я сейчас устала так сильно? Что я сейчас делала? А-а-а, я обиделась, я обиделась. Все, я посмотрела, что, а, вот я как обижаюсь, вот оно как работает. Это, кстати, это удивительно. Это удивительный вообще. Так это работает на сто процентов. Смотри, тут еще какой эффект. Как только ты увидела, это уже не тайно. Это внутри тебя уже не существует. Ты же увидела, что ты обиделась, ты как бы это вытащила. Ну ты как бы, ну, плохое что-то взяла и вытащила. Теперь это тебя не разрушает. Оно не может тебя разрушать. Нереально. Оно уже снаружи. И тогда тебе снова становится легко, и ты уже можешь дальше двигаться. Все. Но энергия осталась в твоем поле. Ты ее не слила. Ты опять осталась полная. Понимаешь? Это прям классно. И вот тут еще останавливаться очень здорово. Когда ты говоришь, стоп, стоп, и останавливаешься. Очень здорово. да, вообще, останавливаться вообще, это очень здорово. Вот просто остановиться, подышать, и просто посмотреть, что сейчас происходит. Да, такое замедление. Это очень здорово. Мы же привыкли бежать, правда, время скоростей. Мы привыкли бежать, торопимся, торопимся. А если мы будем действительно вот иногда заботиться о себе и как бы подавать возможность энергии, или вот так, простой пример. Я, значит, господи, ну там помечтала о чем-то, быстренько Господу там передала все, записочку, нет бы мне получить обратно. А я же, как космос, уже унеслась. Меня уже нет здесь. Я уже давно убежала. И, конечно, посылочка пришла, а меня, извините, нет. У нас дети обычно смеются над этим примером. Им он нравится, заходит. Ну да, ну это, кстати, вроде такой простой, но очень мудрый. Ну да, вот они, они очень чувствуют и еще воспринимают образами, поэтому им легко. Так, нам тут пишут очень много людей. Вот пишут про гордыню. Как проработать гордыню? Елена Павловна, вот по поводу гордыни, я могу сказать, что вы, конечно, как бы, я не знаю, как вы это все делаете, но вы просто вот такое ощущение, что видите всех насквозь. Абсолютно, вообще всех. И у кого какие? Чувствуем. Мы же на самом деле все чувствуем. Просто мы настолько отвыкли чувствовать, не, ну как бы, потеряли это качество чувствовать. Мы же привыкли думать. А вот когда чувствование, это супер, это круто. Тогда я правда чувствую, потому что мы чувствуем полями. Мы все чувствуем полями. И тогда очень легко. Но мы же не хотим слышать вот это место. Так вот, про гордыню. Что такое гордыня? Относительно расстановок, это значит, я не уверена в себе, по сути. поэтому, чтобы прикрыть какую-то свою неуверенность, какую-то слабость, я начинаю придумывать всякое, я начинаю пытаться быть тем, чем я не являюсь. А это слышно, вот это и чувствуется на самом деле. И тогда все, караул. Мне все больше и больше, надо все время людям доказывать, что я вот это, или вот это, или вот это. А на самом деле я не это, не то, и не пятое, не десятое. Ты понимаешь? И вот это вот, это и есть как бы пробуждение. Вот я бы сказала, если мы начнем с вами наблюдать просто только за этим, а за этим ведь легко наблюдать, мы смотрим на реакцию человека. И человек сразу нам показывает. Если с нами уже не хотят говорить, когда мы смотрим свысока, кому же понравится, когда его унижают. Правда? Вот никому и человек как-то старается отстраниться. Сразу очевидно становится, что на меня плохо реагирует, как бы я ни пытался там чего-то делать. А вот просто попробуйте, как только вы почувствовали или хотя бы увидели, что на вас плохо реагирует, остановитесь, выдохните и скажите себе, кажется, погорячился. Кажется, погорячился. Просто снять как бы маску. Позвольте себе, дайте себе время снять маску того, кем я не являюсь. Но самый лучший вариант, вот это то, что мы на семинарах делаем, вернуться к тому, увидеть того малыша, который когда-то принял это решение, что я не достоин. Вот теперь из этой травмы я иду, я пытаюсь все время показать, что я достоин, что я достоин, что я достоин. И это приводит к очень тяжелым вещам. на первом этапе. Пока мы с вами взрослеем, это очень хорошо. Это, как говорится, юношеский максимализм, это желание достигать, это классно. Но когда я уже научился достигать, принять, что да, за мной род, и эта сила рода меня толкала, и вот такие родители, неважно какие они были, они мне привели привели меня именно в эту точку. И теперь я, конечно, могу вот от этой точки оттолкнувшись идти легко, радостно и спокойно. Вот это об этом. Это первые как бы азы нашей осознанности. И гордыня в этом случае очень классный такой урок. Да, я вот, кстати, вообще у меня даже слов нет. Просто нет слова по поводу гордыни, потому что в меня это, конечно, попадает очень сильно. Особенно там, когда не на своем месте. Да. Не на своем месте. Вот всё это как раз связано в одной единое. чем больше я себя проявляю и учусь проявлять и выдыхаю все при этом страхи, все свои напряжения, вот тогда я становлюсь очень мощным, очень легким и мне не надо уже ничего рисовать, мне уже не надо ничего показывать. Я просто спокойно иду и делаю как я могу. Да, без лишних там украшать из каких-то, без лишних каких-то произвести впечатление, просто как есть. своя естественность. Да, совершенно верно. Так это же и ценно, на самом деле. Ну, давайте я вот сейчас скажу, что я там, ну, ой, я там летаю, я вчера там слетала туда-то, сюда-то, сейчас мне кучу вопросиков насыпят. А куда ты слетала? А на чём ты слетала? А как ты это делаешь? А пятое, а десятое? Я так себя загружу, мама дорогая, что потом не отхлебаюсь. Это глупо. нет смысла, потому что это доставляет очень много потом напряжения, и мы опять движемся из напряжения, и это напряжение нас начинает гнать опять, и опять, и опять мы начинаем уходить туда, откуда только что вышли. Загоняем себя в тупик, в шок, в новое тяжёлое напряжение, в новое состояние напряжения. Вот по поводу напряжения. Про гордыню благодарю. Это прям ещё, ещё туда мне вот очень сейчас ценно это было услышать. По поводу напряжения. После семинара, где было понятно, что надо двигаться из радости, что когда слишком много напрягаешься, ничего хорошего по итогу как-то, ну, не то, что ничего хорошее, может что-то хорошее есть, но, наверное, какой-то радости такой нету, когда много напряжения, а нету и только напряжения. То есть, когда, вот, я вот хотела тут уточнить, потому что вроде как-то из радости двигаться, ну, вот как-то я знаю, что, наверное, страшно двигаться из радости, и кажется, что, ну, а как же не напрягаться, в смысле, не напрягаться и всё само там как-то сделается? То есть, вот какие-то вот такие идут сразу слова. Я поняла, я поняла о чём, ну, если что, ты меня поправь, если я куда-то не в ту сторону пойду. Ну, смотри, первое, что такое делать, делать и напрягаться разными вещами. То есть, делаю, я всё равно прилагаю усилия, правда? Я всё равно как-то что-то делаю. Я ответственна за то, что я делаю. И когда я это делаю с любовью, с радостью, с желанием сделать классно, не доказать кому-то, а сделать это классно, я ухожу от напряжения. Я прикладываю максимум усилия в дело, но не в думании об этом деле, не в фантазии об этом деле и не в пыженье. Ты понимаешь? Вот ведь разница-то, вот такая, совершенно тонкая грань, но это энергия. Мы состоим из энергии, мы энергия, мы всё время генерируем энергию. Поэтому, чтобы не тратить энергию впустую, вот в это напряжение, мы остаёмся в делании. Оно по-другому. Поняла. Да, вот, оно по-другому работает. Да, оно по-другому. Усилия всё равно нужно прилагать. Да нет, конечно. Да, конечно, а как же? Даже смотрите, ведь у нас как вообще всё начинается? С чего у нас всё начинается? Мы сначала что-то как бы придумали, да, осенило меня, посетило мысль какая-то. Ну, заметьте, я опять раз рукой сверху на самом деле ко мне это пришло сверху, конечно. Я же принимающая сторона, я принимаю сигнал сверху, вау, а сигнал пришёл, потому что я могу это, я достоин этого, у меня получится. Так, ну, я не знаю, Бог там, или Вселенная, или кто, но мне эту мысль кто-то загнал. И вот тут уже дальше начинается, вау, мне это понравилось, мне это интересно, и вот тут я начинаю прикладывать усилия, первое усилие, это как бы думать об этом, рисовать некий образ, об этом потом ещё пробовать говорить, да, начинать говорить с кем-то, начинать искать глазами, а где об этом можно почитать, а как это можно сделать, а как это улучшить. Вот это и пошло действие, это и пошло моё действие с миром, заметь, уже я начинаю проявляться, я эта мысль начинаю проявляться через действие в этом мире, с этим миром, я начинаю с ним коммуницировать, с этим миром, прям, вокруг меня комар летает, и я нервничаю. Да, я тоже, мне хочется с вас как-то стрякнуть, но я не могу. А я тоже, у меня тоже не получается. Так вот, ты понимаешь, вот уже началось действие, и вот это и есть, приложить усилия, а если я ещё ножками, я пошла в интернете, об этом почитала, я быстренько поспрашивала своих друзей, кто это умеет делать, я быстренько себе уже нарисовал, как делать, и начала делать. Вот это и есть мой рост, моё расширение, моя проявленность в этом мире, а всё началось с одной мысли, но это всё идёт поэтапно, без напряжения, но с приложением усилия. Да. Я так и проявляюсь, я вот через это я и проявлю, становлюсь. Это ж круто, это ж об этом. Ой, Ирина Павловна, я не могу не задать этот вопрос, следующий. Давай. Поблагодарю, про напряжение, спасибо. Тоже очень, мне прям это повторение, мать, учение. По поводу, очень много вопросов ещё в том числе про мужско-женские истории. В первую очередь, нужно ли брать фамилию мужа? И меня лично на семинаре очень сильно прям зацепил момент, когда вы рассказали про то, что нету как бы такого понятия, как бы нет в системе мой парень, моя девушка, что есть мой муж, моя жена. Можете про это поподробнее рассказать и про фамилию тоже, зачем это нужно делать, если её брать? То есть, смотрите, мы две личности, две на самом деле равные личности. Мало того, мы же каждый по сути мы можем всё. Мужчины единственное не умеют рожать, а удовлетворить все свои потребности может каждый, и мужчина, и женщина, по сути. даже стирать теперь напрягаться не надо, у них есть там стиральная машинка так же, как и у нас, всё. То есть, мы два совершенно самостоятельных существа, но что-то нам интересно другу-друге, так что? Из чего начинается у нас как бы близость, да, или движение друг к другу? Потому что меня притягивает мужчине, что сила. Мы тоже сильные женщины, но нам хочется ещё большей силы. Ну, согласись, силы ума, силы как силы, силы тела, выражения в теле, сила выражается через тело, всё это нам нравится женщинам, что мужчине нравится, что мужчине не хватает, а мужчине не хватает наслаждения, мужчине не хватает радости жизни, вот такой, когда он смотрит на цветок, да, или на женщину, женщина для него это красота, поэтому он всё время через глаза, и вот это его первое, то, в чём он нуждается, собственно, в красоте, поэтому мы дуальные существа, мы как бы дополняем, он мне даёт силу некую, он мне даёт некую безопасность, хотя сейчас любая женщина может и кому-то там стукнуть, и убежать, или на машину оторваться, и всё остальное, это раньше не было такого, но в любом случае, мне нравится его безопасность, а ему нравится моё наслаждение, он получает, и мы схлопываемся дуально, мы друг друга дополняем, так вот, это первое, поэтому там нет, мой или моя, единственное, где это можно включить, это когда это мой муж, когда я ушла замуж, а это моя, вот тут точно моя жена, но нет такого моя женщина, мой мужчина, это игры ума, просто есть бойфренд и гёрлфренд, ну да, ну да, по сути, сожжители, да, бывает, что ещё там, вот когда мне говорят, что этот гражданский брак, я его никак не могу понять всё же, для меня, ну нет такого понятия гражданский брак, ну что это за ерунда, а вот для чего, я к чему сейчас это подводила, к тому, что очень важно выйти замуж, реально, то есть осознать, что я теперь перехожу из своего рода, перехожу в род своего мужа, заметьте, мужа, и я теперь мужняя жена, я мужняя женщина, я женщина, которая за мужем, поэтому я вступаю в его родовую теперь систему, и когда я в его родовой системе, я в потоке этого рода огромного теперь, и я, конечно же, обязана носить эту фамилию, потому что я теперь являюсь частью этого рода, а иначе вибрационно я выбиваюсь, это уже на уровне энергии, вот это то, что непременно и важно, когда я выхожу из-за мужества, да, бывает такое, мы расходимся, ну, так сейчас происходит, но дети, они обязаны быть приписаны к своему роду, тогда через них, они все время находятся в потоке рода, они приписаны к потоку рода, так же, как и Грегору страны, к Грегору земли, то есть мы все время приписаны, мы как матрешка матрешки, но мы все время усиливаемся, 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 если мы ушли из-за мужества, оставь ту фамилию, мы как бы не порвали связь, мы связь не разорвали, и поэтому переходить в следующие отношения нам очень сложно, но об этом можно говорить, знаешь, много-много, мне кажется, тут можно будет как-то какие-то подтемы сделать, и тогда, ну, когда интересно будет что-то, о чем-то одном поговорить, потому что это очень такая, ну, емкая тема. Очень емкая тема, да, там столько разных еще подтемы, и нет. Правда. Отношения, когда ты как относишься к свекрови, к отцу, как, ну, ну, в общем, да, тут, кстати, много было вопросов про свекровь, и про разводы, и про как забыть человека, то есть там... Про свекровь быстренько скажу, значит, про свекровь, это, если я не принимаю свекровь, у меня плохие отношения с мамой, значит, и здесь что-то не так, давайте начнем оттуда, и тогда мы придем к свекрови, это первое. Второе, вот про место, я пытаюсь стать на место свекрови, я пытаюсь стать главной в этой семье, да, я буду там, но когда уйдет свекровь, я встану на место в этом роду, и я буду старше. Так вот, если я сейчас старшую унижаю, оскорбляю, то на какое место я встану, и какая же я буду тогда старше, как говорят, ворон ворону, вас не выпьем, вот это об этом. Второй момент, ты там сказала, что разойтись, если выйти из отношений, то надо выходить достойно из отношений, их завершить, если не завершенные отношения, они будут влиять на любые следующие, следующие наши отношения, все время там будет находиться кто-то незримый, пока мы его не отпустили. А как это вот разойтись правильно? Это поговорить, все проговорить, попрощаться, поблагодарить? В первую очередь здесь разобраться. Да, у меня есть к нему чувства, да, я злюсь, но у меня остались красивые чувства, и я сохраню вот то, что было хорошего, а все остальное я отпускаю, и оставляю тебя здесь. Я отпускаю тебя, иди ты с Богом и с миром. Но разобраться нужно еще во всех остальных вещах. То есть расставить все точки над «и», там в отношении там имущества, всего чего угодно, материальных вещей. То есть там очень много об этом. Но выйти из любых отношений нужно достойно. Да, я думаю, что даже если это дружба, всегда стоит поговорить, обняться. Вот тут вот давай тогда два слова еще об этом скажем, что когда мы вступаем в отношения, это не значит, что у нас уже отношения. Мы, когда вступаем, в момент мы в знакомство, мы идем в знакомство, мы начинаем знакомиться, но очень часто мы уезжем друг к другу, мы играем какие-то роли, и отсюда знакомство не удалось. но мы уже пытаемся войти в отношения, не узнав друг друга. И когда мы встречаемся уже в отношениях, а тут караулы совершенно другие, совершенно не то, что мы продавали. Так вот, знакомство это очень важная часть. Узнать обо всем, о их родителях, о его родителях, о том, как он живет, а что он любит, а чего он не любит. То есть очень много всего нужно узнать. И при этом рассказывать о себе, тоже важно. И если вас или на пятом свидании человек бросил и ушел, радуйтесь. Просто вам тайно сказал спасибо, до свидания, это мне не подходит. Ну и слава Богу, это лучше на пятом свидании завершить это, чем через пять лет иллюзии, когда вы жили вместе. Представляешь, пять, а кто-то и двадцать лет тянется в этой люди. Тут некоторые люди пишут, что испугались, мне так кажется, что пишут, ну, мне тут говорили, что фамилия никак не влияет, можно не менять. В некоторых странах нет фамилий, неважно, что очень все категорично. Мне кажется, не для всех эта информация сейчас была. Даже остается. Оставайтесь с тем, вот главное, чтобы у вас было здесь спокойствие. Главное, чтобы у человека было здесь спокойно. Вот я так и мне хорошо. И слава Богу, и пусть будет так хорошо. Кто не против? Я рассказываю с стороны психологии и расстановок. Я с этой стороны рассказала. А как вы будете жить? Вот если вам так радостно, так и радуйтесь. Кто же вам мешает жить радостно? Никто. Главное, будьте счастливы. Ирина Павловна, ну вопрос, все уже спросили, как попасть, что делать, как вас найти. Я знаю, что вы будете в октябре в Москве. Да, в октябре в Москве, в середине сентября в Киеве. Вот сейчас я буду на Иссыкуле, потом будет Казахстан, Астана, да, а потом Киев, а потом Америка. Ну такой план на этот год. Вы, конечно, путешествуете просто семимильными какими-то передвижениями. Тогда получается, если к вам люди захотят попасть, у вас все там есть, вся информация есть у вас в профиле, правильно? Да. Друзья, вся информация есть в профиле. Если какие-то вопросы, вы можете мне их писать, Ирина Павловна, она, в общем, все работает. Я тоже пишу, если что. Вот даже там, если кто-то не согласен с чем-то, что-то, пожалуйста, пишите. Наоборот, классно. Я люблю, когда мы можем пообсуждать что-то. Ведь на самом деле сейчас у многих пошел страх, ты понимаешь? Это же страх, что, ой, а вот поменять, а вот может и не надо менять фамилию, а в других странах по-другому. Это же не об этом сейчас. А там глубина такая, там же страхи, корневые страхи. Туда надо смотреть. Фамилия в данном случае не очень даже при чем. Да. На семинаре тоже вот стало понятно, что вообще не важно кто там, что там, какие там люди, а важно, что ты чувствуешь. И это часто вообще с этими людьми никак не связано. Это связано с тем, что вот внутри, с тем, что ты боишься, что куда не идешь. И для меня, конечно, это вообще меня просто вскрыло вообще. Ирина Павловна, я вам еще раз хочу сказать огромное спасибо, потому что работа продолжается, и у меня в общем как-то прям много всего меняется. это уже путь. Правда, Машенька, это путь, и это уже это красиво. Тут главное проснуться, а там дальше уже бесконечный путь. Итак, я хочу вас поблагодарить за эфир, за то, что все-таки мы это сделали. Да. Прошу прощения, если я где-то там долго разговаривала и вас не пускала. Все нормально. Зато я послушала, мне было интересно. Важно, что мы все-таки это сделали, и я надеюсь, что сегодня многим было полезно, с нами было много людей. И да, друзья, еще раз, если у вас какие-то вопросы, пишите мне, либо пишите Ирина Павловна, и в октябре будет и семинар, там будут два семинара и расстановки, в общем, вся информация есть. И женский. Что, что? Да, и женский, на женский, да, на женский я уже записалась, и я пойду. И вообще, мне очень интересно, любопытно, я в предвкушении уже. Правда, там уже много людей собирается, но я думаю, что тем, кому нужно попасть, они попадут. В общем, друзья, следите за обновлениями, а я думаю, что мы еще с вами сделаем эфир обязательно. Сделаем. Пишите, какие темы вам интересны. Да, мы прям какую-то тему выберем, в которой много будет вопросов, и действительно прям по теме пройдем. Да, я согласна, иногда вот так задавать вопрос, человек может задать вопрос, один-два вопроса, мы можем разобрать, просто прям сделать разбор. Да, потому что очень много людей, очень много, вот сейчас пишут прям, нужен еще эфир, спасибо, все благодарят, пишут спасибо, спасибо. Вот, в общем, друзья, вот это Ирина Павловна, она волшебница, поэтому пишите ей, она вас направит, мне она очень сильно помогла, вот. Я вам желаю хорошего семинара там, на озере, чтобы у вас все классно прошло. 10 дней, тотального погружения. Это, конечно, если бы я знала раньше, я бы поехала бы на эти 10 дней, и просто уже там настроила себе план, но это прям, может, в следующем году, если будет, я бы поехала с удовольствием. Будет. Ну, я буду скидывать, ну, вести с полей. Хорошо. Хорошо. Вот. Ну, мы тогда будем завершаться с вами. Вот. Еще раз спасибо, и спокойной ночи. Знаю, что у вас там уже поздно. Вот. Сладких снов. Спасибо. И вам тоже. Доброго дня. Спасибо. Спасибо. Всем спасибо за эфир, друзья. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Пока-пока. Так.